Библия от Тиграна Киасаяна. Новейший завет для правоверных. О чем я говорю, друзья. Буквально недавно вы знаете, что прошел экономический форум в Санкт-Петербурге, где одним из приглашенных гостей также выступал наш президент Касым Жумар Кимилиш Тухаев. И где он как раз-таки затронул тему слишком длинного языка. Как и Марго Киасаян, так и Киасимоньян, так и самого Тиграна Киасаяна. И у первого номера сочинских кальянных автора бестселлеров Тиграна Киасаяна, а также по совместительству одного из апостолов, пукан разорвало. И полилось! Полилось! Что я имею ввиду буквально через мгновение. Друзья, вы на канале Азмаз Шоу. С вами Сула и мы начинаем. Итак, друзья, да, опять же, после того, как Касым Жумар Кимилиш Тухаев выступил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, слово взял Тигран Киасаян! И его очередной шедевр записан на скрижалях. Я бы хотел сейчас вам прочитать. Итак, газета Ру передает слова Тигран Киасаяну. Отношусь с невероятным юмором. Отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно. Это просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них, у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно. Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешение у властей Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан. В мой родной советский, еще раз повторяю, Казахстан, в котором я вырос, сказал Киасаян, в пятницу. Напомню, друзья, 24 июня Казахстан сообщил, что Киасаян включен в один список с террористами и другими лицами, для которых нежелателен въезд в Казахстан. Еще раз повторю, вот некоторые его цитаты, великие цитаты этого прозаика. Я обязательно вернусь в мой родной советский, сука, Казахстан. Друзья, я бы хотел вам, те, кто не в курсе, наверняка молодые жители Казахстана не в курсе. Возможно, меня смотрят россияне и россиянки. И вы тоже, наверное, не в курсе. Но что, вот, каков был непростой, трудный период перехода свободного и независимого Казахстана в Советский Союз? Вот что должно было случиться, чтобы Казахстан независимый стал Советским Союзом? Естественно, выступали многие открыто казахи, что не хотят этого всего. Спасибо нам не надо. Это такие красавчики, да, вот я вам сейчас просто скажу. Турар Рыскулов, Сакен Сейфулин, Ораз Джандосов, Ильяс Джонсугуров, Ахмед Байтурсынов, Биембет Малин, Санжар Асфиндияров и многие-многие другие нереальные красавчики. И знаете, что с ними сделали? Их расстреляли. С 37 по 38 год их всех расстреляли. Это наши лидеры были. Это был глаз народа. Их расстреляли. Но не всех же расстреляешь, да? Что сделать с остальными недовольными? Надо их так сильно запугать, их вообще надо морить голодом. Чтоб поздыхали все. Вот чтоб как Моисей, да, там 40 лет ходил по пустыне, чтоб все рабы сдохли. И в святую землю обетованную пришли уже не рабы. А умные, образованные, молодые люди, которых он сам обучал, дети, рабы, чтоб третье или второе поколение, чтоб пришло, понимаете? Так же и здесь была задача, чтоб все сдохли, вот это вот поколение, чтоб сдохло. А те, кто выросли, остались все-таки живыми, чтобы они об этой теме вообще даже и не вспоминали. Так и сделали. Отобрали весь скот. Вызвали огромный голод. А казахи, я вот как говорил в одном из прошлых выпусков, потребляли конину. Это наше национальное блюдо, наше. Я думаю, многие его пробовали, даже не казахи. Даже те, кто не живет в Казахстане. И вот чтобы конину, то другие там национальности не едят, что делать? Ее надо порезать. Но голод был настолько сильный, что, как и любая другая нация, как и любой другой человек, естественно, чтобы не умереть, ну ты, естественно, возникнет соблазн съесть мертвичину. Так вот, чтобы такого не было, вот эти вот киосаяны, да, насаждающие Советский Союз в Казахстане, вот такие вот киосаяны, чистейшей воды, они сжигали трупы животных. Не для того, чтобы там, знаете, там чуму предотвратить или что-то. Нет. Они это делали, чтобы побольше народу сдохло от голода. И более 2,5 миллионов казахов умерло. От голода. Вот как нам насадили Советский Союз. И эта мрозь киосаян хочет опять этого всего. Хочет, чтобы мой народ здесь умер, сука, с голоду. А самых нормальных пацанов расстрелять. Вот что эта мрозь киосаян хочет здесь сделать опять. Он же так и пишет здесь, да, я вот прочитаю. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан. В мой родной Советский. Еще раз повторяю. Казахстан. Сука, сука, мразь. Никакого уважения абсолютно этому человеку нет. Он еще раз напомнил нам, лично всем казахам, что послужило тому, чтобы здесь был Советский Союз. Какие последствия вызвало тот факт, что Казахстан вошел в Советский Союз. Он это нам напоминает и еще раз насмехается над нами. Мразь, сука. Вот такой вот киосаян сейчас есть. И такие именно киосаяны практически, ну, старались уничтожить мой народ. Но у них ничего не получилось. Вот так, друзья. Что вы об этом всем думаете? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Но прошу вас без оскорблений. Вы были на Азмос Шоу. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ариедарчи. Субтитры сделал DimaTorzok